Приватизация, конечно, сильно бы не помешала в действительности. Есть довольно однозначные результаты исследования, которые показывают, что в сравнимых отраслях и производствах эффективность частной собственности примерно на 40 процентов выше, чем государственной. С другой стороны, мы видим, что существует с точки зрения политических довольно серьезные ограничения на эту самую приватизацию. Либо предлагаются к приватизации совсем бросовые активы, которые не нужны, либо выставляются такие условия для потенциальных инвесторов, которые делают просто непривлекательным эти активы. Выдвигается условие в виде, давайте вы после того, как вы купите это предприятие, продолжите все те же самые практики, такая же численность занятых будет либо даже увеличена, то бишь, соответственно, сохранение избыточной занятой, сохранение профиля этого предприятия, сохранение социальной нагрузки и так далее, то есть сохранение всего того образа действий, который и привел к бедственному положению этих самых предприятий. И вот то, что они сейчас предлагают, это фактически пилотные проекты по внедрению корпоративного управления. Идея любого корпоративного управления – это повышение стоимости акционерной этого предприятия. То есть в сущности, продавай-непродавай, но это именно то, что и нужно делать. Избавление от личной численности, избавление от непрофильных предприятий и повышение качества управления. То есть, грубо говоря, управленческие решения в Совете Эректоров должны принимать те, чье благосостояние конкретно будет зависеть от качества этих решений. То есть суть ее заключается в том, что государство никогда не готово на конечный результат, но оно может быть готово на выполнение постепенных шагов. С самого начала есть политические ограничения, но они внеэкономические, к сожалению, это так, это совершенно очевидно. И до тех пор, пока существует представление о том, что мы можем сделать все то же самое только государственными руками, то есть мы можем так же эффективно управлять, как участник, а раз мы можем так же, то зачем продавать? Скорее всего, это иллюзия. Давайте попробуем пройти этот путь, и мы поймем, что действительно в конечном счете окажется, что все-таки продажа оказывается выгодной. Но это уже будет результат конечный, а не сразу идеологический.